АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ В Берлине считают, что на Москве лежит особая ответственность за прекращение насилия в регионе. «В рамках международного права не может быть никаких оснований для того, чтобы бомбить больницы, целенаправленно разрушать их. Надо остановить зверства, которые там происходят. Мы должны сделать всё для того, чтобы добиться прекращения огня и позаботиться о нуждающихся людях. Я призываю Россию. Россия имеет большое влияние на Асада. Мы должны остановить эти ужасающие преступления как можно скорее». Один из первых вопросов, который рассмотрела Госдума России седьмого созыва – ратификация соглашения о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии. В соответствии с документом, в распоряжение Москвы на безвозмездной основе переходит авиабаза Хмимим. Всё имущество и вся инфраструктура объекта будут признаны собственностью России. Она также сможет ввозить в Арабскую республику без взымания пошлин любое оружие и боеприпасы. Военнослужащие получат дипломатический иммунитет. Кроме того, Дамаск освободит базу от всех налогов. Как говорится в соглашении, нахождение в Сирии российской авиагруппы носит оборонительный характер и не направлено против других государств. Депутаты Единороссы, получившие в новом составе Госдумы подавляющее большинство мандатов, также уверены, российские самолёты на Ближнем Востоке будут приближать мир, а не развязывать новые конфликты. Россия с каждой неделей приобретает позитив. Она приобретает позитивный имидж в мировом политическом и информационном пространстве в противовес усилиям наших оппонентов по деформации образа России в мире, по попыткам представить Россию страной-изгоем, которая аннексировала Крым и сделала много других вещей, которые преподносятся мировому сообществу в противовес тем реалиям, которые имеют место быть в сегодняшней России. Размещение России военных баз в зарубежных странах преследует своей целью предотвращение против дружественных государств ведения враждебных действий внешних сил, что по сути своей является развязыванием военных конфликтов. Таким образом, Россия обеспечивает безопасность населения этих стран и выступает гарантом соблюдения прав человека, в то время как Соединенные Штаты, содержащие более 650 военных баз за рубежом, наращивают свое военное присутствие ради установления преусловутого геополитического контроля над мировым пространством. Отмечу, что соглашение по базе Хмеймим было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и арабском языках. Оба текста имеют одинаковую юридическую силу. Договор действительно заключен на бессрочный период. Однако в документе говорится, что в случае намерения одной из сторон прекратить действие соглашения, она должна проинформировать об этом в письменной форме. В таком случае действие договора прекращается до истечения одного года с даты получения соответствующего уведомления. Говорили сегодня в Госдуме и о размещении в Сирии российских ЗРК С-300. Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников предположил, что усиление сил ПВО заставило переживать США, поскольку Пентагон помнит войну во Вьетнаме. Правда, в 1965 году были не С-300, а С-75. С-300, С-400 сейчас весь мир, вот сегодня с утра все СМИ кричат об этом, что мы туда поставили, в Сирию. Напомню, во Вьетнаме, когда мы поставили первое зенитно-ракетное, немногие это знают, 24 самолета было американских сбито за один день. И они три месяца потом не летали никуда. Перед дислокацией российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии заставило многих региональных игроков пересмотреть свои действия. В Пентагоне пообещали принять дополнительные меры безопасности, ведь ЗРК предназначены для самолетов и крылатых ракет, которых нет у террористических группировок. Но зато есть у стран участниц международной коалиции, которую возглавляют США. Получить гарантии безопасности после появления в регионе дополнительных сил ПВО хотят и израильские военные. Как сообщают СМИ, они обратились к Министерству обороны России с просьбой согласовать дополнительные протоколы и правила взаимодействия. В настоящее время между Москвой и Иерусалимом действует договоренность о координации действий в сирийском небе для предотвращения инцидентов. Нобелевскую премию мира, самую престижную из всех наград Нобелевского комитета, в 2016 году вручили за решительные усилия по урегулированию конфликтов в Колумбии. Удостоился ее президент страны Хуан Нуэль Сантос, который пошел на сделку с леворадикальными повстанцами из печально известной группировки ФАРК. Глава государства подписал с ними соглашение о перемирии, согласно которому последователи идеи марксизма-ленинизма, многие годы не выпускавшие из рук оружие, теперь смогут заняться легальной политической деятельностью. Правда, в самой Колумбии отношение к этим договоренностям неоднозначное. Власти, желая получить вотум доверия от населения, вынесли соглашение на референдум, но чуть больше половины жителей страны отвергли мирный план. Тем не менее, Нобелевский комитет оценил вклад Сантоса в переговоры с повстанцами и попытки остановить многолетнюю кровопролитную гражданскую войну. Конфликт, который длился уже около полувека, унес жизни свыше 200 тысяч человек. Почти 6 миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома. Президент Сантос инициировал переговоры, которые завершились в подписании мирного соглашения между правительством Колумбии и партизанами ФАРК. Он последовательно двигался вперед в мирном процессе, прекрасно понимая, что соглашение было спорным. Эту награду следует рассматривать и как дань колумбийскому народу, который, несмотря на большие трудности, не отказался от надежды на справедливый мир. Все стороны внесли свой вклад в этот мирный процесс. Это не в последнюю очередь и дань бесчисленному количеству жертв гражданской войны. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на РТВ и моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. И, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова